Арктика. Невероятно сложный район для охоты. Там тяжело отыскать не только место для засады, но и саму добычу. К тому же в Арктике всегда очень холодно. Однако зверя из нашей сегодняшней истории подобные обстоятельства совсем не пугают. В этом суровом регионе он устроился весьма неплохо. Вы на канале Дзикий мир и сегодня у нас на обзоре полярные волки. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. А мы уже начинаем. Обитают эти животные в Гренландии, на севере Канады и на Аляске. И конечно, чтобы выжить в таких местах, нужно иметь хорошую защиту от холода. У полярных волков двухслойный мех, который защищает от ветра и снега, а также помогает им сохранять тепло. Также у этого зверя небольшие уши, что также помогает сохранить теплопотери. Лапы волка полностью покрыты мехом. Это позволяет не только удерживать тепло, но и сохранять отличное сцепление со льдом. Размеры этих арктических обитателей сопоставимы с размерами обычных волков. Полярным волкам вряд ли кто-то может позавидовать. Примерно полгода им приходится жить в постоянной темноте, к тому же эти животные всегда голодны. Но с другой стороны, для них все это норма. Так, эти животные едят всего один раз в восемь дней. И за один раз волк может съесть до десяти килограмм мяса, в то время как весит он примерно шестьдесят килограмм. Едят эти животные абсолютно все, даже кости и шерсть. Ведь им неизвестно, когда они найдут добычу в следующий раз. Их зубы устроены так, что они с легкостью справляются даже с самыми крупными костями. А еще у них никогда не бывает проблем с пищеварением. Настоящий праздник для волков, это когда им удается поймать северного оленя или овцебыка. Хищники часто следуют именно за стадами оленей, преодолевая огромные расстояния. Настолько эта добыча желанна для них. Но олени всегда очень быстры, особенно когда они перемещаются по поверхности без снега. Олени могут разгоняться до 80 километров в час. Даже молодые особи способны легко убежать от преследователя. Но и волк может быть очень настойчивым. Эти животные невероятно выносливы и они способны гнаться за целью достаточно долго, ожидая его ошибки. Как только один волк настигает цель, другие тут же спешат ему на помощь. И все вместе они валят жертву на землю. Живут и охотятся эти хищники всегда стаей. Подобный образ жизни как раз и позволил им выжить и распространиться почти по всему арктическому региону. В стае находится обычно от семи до пятнадцати особей. Во главе альфа пара. Лишь эта пара имеет право оставлять потомство. Все остальные члены стаи это их дети разных пометов. В стае всегда присутствует жесткая иерархия. И каждое животное здесь знает свое место. Только вожак может ходить с высоко поднятым хвостом. Если же подобным образом поведет себя кто-то другой, это будет считаться непозволительной дерзостью. Из-за неподчинения волка могут наказать. Но до серьезных увечий дело как правило не доходит. Животные понимают, что им еще придется вместе добывать пропитание. Каждый год весной волчий клан ждет пополнения. В мае альфа самка покидает стаю и отправляется искать подходящее место для родов. Найти такое место нелегко, ведь вокруг все сковано вечной мерзлотой. Чаще всего укрытием становится пещера. У самки обычно рождается от одного до пяти волчат. Все малыши при рождении абсолютно беспомощны и пока мать находится с детьми, выкармливая их молоком, отец приносит ей еду. Через месяц волчата уже сами могут есть мясо и становятся полноценными членами стаи. С приходом лета они уже повсюду путешествуют вместе с остальными волками. Печален тот факт, что полярный волк, будучи защищенным от низких температур двухслойным мехом, очень тяжело переносит содержание в зоопарке. В подобных местах эти животные быстро перегреваются и заболевают. Но есть и то, что не может не радовать. Поскольку полярные волки обитают в труднодоступных местах, они мало страдают от деятельности человека, и за их популяцию точно можно не волноваться. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, возможно я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok